Приветствую вас. В первую очередь я бы хотел, наверное, сказать, что вы молодец, что вы достаточно грамотно, по-взрослому подошли к решению проблемы. Вот, вы молодец, что отнеслись с пониманием к потребностям и вашей супруги, ребёнка, вот, и отца ребёнка. Что ж, я думаю, что вы боитесь, вы опасаетесь того, что не сохраните какие-то свои права на что-то, свои привилегии, может быть. Я думаю, что в какой-то степени вы сравниваете себя с отцом ребёнка и чувствуете какую-то конкуренцию. То есть для меня вот то, что вы отсутствуете, когда он приходит, это всё-таки в большей степени какая-то реакция на конкуренцию. То есть нежелание конкурировать, нежелание сравнивать себя с ним, ну, потребность оставаться как-то в стороне. Я думаю, что решением вашей проблемы, если мы не говорим о том, что вы хотите мира без конфликтов, что, в принципе, наверное, невозможно, когда есть прямо противоположные интересы людей. Вот в вашем случае это не так, но тем не менее. Средством решения проблемы являются личные границы. То есть, по возможности чёткое отделение себя у другого человека, у других людей, где я, где ты, где я как бы ответственный, да, где ты ответственный, где моя ответственность, где твоя ответственность. То есть вот такие моменты, да, такие моменты нужно обращать внимание ваше. Потому что сейчас вы такое ощущение, да, что боитесь, что отец ребёнка наручит ваши личные границы и, соответственно, дабы не проверять свои способности по защите, Вот вы решаете просто уходить, ну, самостоятельно, вот, понятно, это не работает, понятно, понятно, что, это, ну, как бы, временное, временное такое решение. Это первое, да, вот, то есть чёткое ограничение себя от другого человека от других людей. Что я хочу, чего я не хочу, где, по моему мнению, ответственность, где, по моему мнению, ответственность там другого человека и так далее. То есть это вот именно вопрос личных границ, это первое. Второе, что важно, это ответственность за решения, которые вы принимаете. То есть я, честно говоря, вот не могу быть уверенным в том, что вы приняли решение по отцу ребёнка только вот потому, что хотите, чтобы у него был, как бы, ну, родной отец, да, и так далее. Мне кажется, что приняли вы это решение по другой причине, это другая причина представлять на себя вашу либо жену, либо семью, вот, и нежелание её терять. То есть здесь вот не совсем, как мне кажется, корректно такое вот принять ответственность личной на себя за то, что вы делаете. Отсюда есть некоторая неудовлетворённость положением, отсюда есть, может быть, неудовольствие от положения, отсюда есть, может быть, какие-то сомнения в себе, да. Вот, то есть, ну, такие могут быть трудности, такие могут быть сложности. Вот. Вот, вот, это, это, именно вопрос о предпринятии ответственности, вопрос о отношении между вами с женой, потому что ревностное чувство, оно возникает оттуда. Ну и в целом это, как мне кажется, это некоторая неуверенность в себе, может быть это некоторые страхи, которые у вас имеют место быть и в которых вы не очень ориентируетесь. Тем не менее вот с этими вещами, на мой взгляд, нужно работать, чтобы эта ситуация разрешить. Личные границы в любом случае придется. Устанавливать в любом случае придется отсерчивать, потому что без этого вы совершенно справедливо не будете себя чувствовать. Чувствовать комфортно. Ну без этого, вот именно без такой истории, без такого отношения к себе. Понимаете, да я надеюсь, о чем я говорю. Ну и наконец, в какой-то степени последние это конфликты с вашей женой, которые, конечно же, на ровном месте возникнуть не могли. Вот, и, соответственно, здесь нужно уже посмотреть, вследствие чего вы ссорились. Вот, и, соответственно, поисследовать этот момент, чтобы, может быть, какие-то моменты разобрать, да, чтобы минул, чтобы ссор между вами не было. Да, даже если, даже если сейчас, прямо сейчас, даже если совпадки, то не факт, что каких-то недостаток, ну, каких-то вот недомовок, да, не осталось. Вот, хотя, повторюсь, да, что, может быть, в принципе, все у вас неплохо уже, вот, но, тем не менее, вот чувство ревности, оно, такое вот, как вы сказали, ревностное чувство, да, оно присутствует. И, на мой взгляд, его, ну, не нужно игнорировать, вот, как это пытаетесь сделать вы. Вот, это то, наверное, на что я сейчас хотел бы обратить ваше внимание. Безусловно, есть ощущение, что вы, ну, в большей степени обращаете внимание на свой интеллект, то есть, в большей степени стараетесь решать проблемы именно через интеллект, а не через чувство. Чувство, вот, мне кажется, что это тоже, в какой-то степени, является, ну, такой вот, скажем, проблемой, конечно. Потому что не всегда интеллект спасает, вот, и вполне вероятно, что у вас интеллект как раз таки не спас, вот, и не спасает сейчас. Несмотря на то, что вам этого хочется. Ну, несмотря на то, что вы в этом нуждаетесь, вот. Так что, такой вот ответ, я надеюсь, что это было вам полезно, я надеюсь, что вы, ну, сделаете для себя определенные выводы, вот, и решите. Ситуация разобраться так, как она, то есть эта ситуация довольно служит. Вот. Ну, на этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. И будем на связи, обращайтесь к любому специалисту. Спасибо. Спасибо.